Понимаем, что эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на экономику, только что с коллегами из правительства сейчас ещё раз об этом говорили. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, хотя мы их поддерживали, так же, как и гражданскую часть нашей промышленности. И своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники. В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хорошие показатели. Обращаю внимание, важно и впредь, чётко в срок, по запланированному графику, поставлять в войска перспективные образцы вооружения техники, особенно с длительными технологическими циклами производства. Имею в виду, прежде всего, конечно, технику для воздушно-космических сил военно-морского флота. Да, вот мы вчера говорили по другим видам родов войск, там достаточно много высокотехнологичных изделий. В определённые госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны. Осуществлена поставка в воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов. Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечения действий вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов. Кроме того, обсудим сегодня, как идёт создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоёмкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдёт о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике. Вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике. Давайте начнём работать, пожалуйста. Спасибо.